Мусам Азуков, главный тренер команды КСШ «Победа». Поделитесь вашими впечатлениями о сегодняшней игре. Она получилась такая веселая, судя по результату. Но какая она получилась для вас, как для тренера? Ну, игра интересная была. Много голов. Это зрелищно, всегда хорошо. Очень обидно за пять минут три гола пропускать. Очень обидно. Но это наша фишка, судя по всему. Вот. Ну, так, в общем, конечно, пару человек выпадали. У нас дело в том, что четыре перелома в команде. В общем, четыре мальчика выпали. Вот их и не хватает. А три пропущенных мяча в начале второго тайма – это следствие чего? Следствие того, что просто они, я не знаю, вышли какие-то, они готовы просто. Вот и все. Выключились. Первый гол пропустили. Там пока рассказывали. Второй пропустили. Потом мотивация – это же все падает у всей команды. Вот и результат. Спасибо за комментарий и успехов в следующих матчах. Тимур Кишмахов, футболист КСШ Победы. Не удалось сегодня набрать очки, но лидировали по ходу первого тайма. Вот что пошло не так в концовке первого тайма и в начале второго, когда один гол за другим шли? Пропустили под конец первого тайма гол. В раздевалку ушли более-таки грустные. И в начале второго тайма пропустили три мяча буквально за 15 минут. Ну, в общем, эмоциональный фон у команды упал. И только к середине второго тайма смогли как-то в себя прийти и отыграли пару мячей. А вообще о чем шла речь в раздевалке в перерыве, учитывая, что первый тайм вроде складывался сначала в пользу вашей команды, но вот случился этот гол, так скажем, в раздевалку. Какая установка была на второй тайм? В перерыве разговаривали о том, чтобы играть в свою игру и нервничать, спокойно продолжать в том же темпе. Но, как видим, у нас это не получилось в начале, только под конец более-менее. Спасибо за комментарии и успехов в следующих матчах. Антон Беккер, нападающий командой спортивной школы «Ротер». Антон, веселая игра, 8 забитых мячей. Твои впечатления от игры, в первую очередь, своей команды? Ну, в первую очередь хочу поблагодарить команду соперников. Дали бой, несмотря на турнированные таблицы, так как мы являлись фаворитами в этом матче. Что касается голов, ну, первый гол, на самом деле, такой, чуть курьезный пропустили. Надо было отыгрываться, и все, во втором тайме. Что, какие моменты были, такие забили, ну, и чуть, на самом деле, подвыключились. И поэтому ненужные пару мячей пропустили. Ну, то есть соперник молодец, тоже не выключился. Ну, и заслуженно, я считаю, победили. Спасибо за комментарии. Успехов уже в следующих матчах. Денис Тимщиков, главный тренер команды спортивной школы «Ротер». Денис Георгиевич, поздравляю с победой. В какой-то степени она получилась трудной. Вот, к вашей эмоции, впечатления от игры, которая поначалу складывалась не в пользу вашей команды? Ну, я не скажу, что играли плохо. Был и в первом тайме куча неиспользовательных моментов, и в втором тайме более-менее реализация. Но немножко не понравился сам подход, ребят. Может быть, это моя вина. То есть недонастрой был виден, начиная, ну, с раздевалки. Это немножко сказалось. То есть мы себе из трех два гола сами закинули. Это уже не первая игра. Будем разбираться. В целом, начало второго тайма получилось очень активное. Гол за другим шли, ворота соперников. О чем говорили в раздевалке, чтобы так настроить команду в втором тайме? Да, наоборот, успокаивал. Я говорю, в первом тайме тоже достаточно моментов было. Но мы куда-то торопились, спешили. Немножко успокоило. И, в принципе, два таких хороших гола забили. И, скажем так, нападающие сыграли, как они должны играть. Без спешки. Спасибо за комментарии. Успехов в следующих матчах. Спасибо.